Всем привет! Спасибо, что присоединились к нам сегодня. Здесь, в AMD, мы всегда нацелены на игровое сообщество и создаем классные решения для геймеров. Наша компания верит в открытость экосистемы, которая ставит игроков и разработчиков на первое место. Это один из наших принципов при работе с графикой. И именно поэтому наша новая технология FidelityFX уже внедрена в более чем в 45 проектах. FidelityFX включает набор решений, позволяющих сделать изображение более четким, убрать артефакты, оптимизировать тени и отражения, а заодно другие технологии, позволяющие играм лучше выглядеть и работать. И сегодня мы добавим еще один пункт в этот список. Он называется FidelityFX Super Resolution. Как я уже упоминал, на Computex мы разрабатываем FSR с намерением предложить технологию как можно большему числу геймеров. Не только владельцам последних моделей видеокарт. Решение будет работать практически на любом устройстве, вне зависимости от того, встроенное оно или отдельное, нынешнего или прошлого поколения. FSR построена на специальной технологии апскейла, которая может увеличивать производительность в два раза по сравнению с 4К разрешением. FidelityFX Upscaling собирает фрейм высокого разрешения из кадра с низким разрешением благодаря продвинутым алгоритмам, которые мы разработали и оптимизировали вручную. FSR — идеальный баланс между производительностью и качеством с невероятно качественной картинкой и детализацией. Переходим к более увлекательной части — демонстрации технологии в действии на примере разных игр. Мы работали не покладая рук для внедрения FSR во многие проекты. И кто лучше сможет показать FSR, чем сами разработчики? Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Для нас было важно иметь под рукой решение, которое легко внедрить. К тому же оно не должно было требовать множества дополнительных шагов или изменений движка. FSR очень просто добавить в игру и добиться увеличения производительности. Более того, технология позволяет достичь подобного вне зависимости от используемого железа. Для Evil Genius мы используем AMD FidelityFX Super Resolution, чтобы добиться максимально возможной частоты кадров на огромном количестве самых разнообразных компьютеров — от самых простеньких ноутбуков до видеокарт последнего поколения. Фоспокен мы уже чувствуем преимущество низкого времени отклика и увеличение производительности благодаря FSR. FidelityFX Super Resolution — шикарное решение, поскольку его очень легко внедрить. Мы смогли добавить технологию примерно за два дня. И как только оно было добавлено, мы стали вносить изменения в движок, чтобы игра выглядела настолько хорошо, насколько это возможно. В случае с Kings Hunt AMD помогла нам серьезно улучшить графику благодаря FidelityFX Super Resolution. Мы всегда стараемся сделать картинку как можно более красивой, и AMD помогла нам в этом. Мы очень рады, что объединились с AMD для улучшения Terminator Resistance. Мы верим, что использование FidelityFX Super Resolution поможет нам привлечь новых игроков и улучшить графическую составляющую проекта для многих геймеров. К тому же для нас важно, что технология совместима не только с карточками AMD, но и с решениями других производителей. При добавлении решений нового поколения мы столкнулись с трудностями, потому что хотели, чтобы подавляющее большинство игроков смогло наслаждаться хорошей производительностью без необходимости понижать настройки графики. Технология апскейла вроде AMD FidelityFX Super Resolution помогла нам решить проблему, ведь благодаря ей многие геймеры смогут попробовать Far Cry 6 на высоких настройках без ущерба для частоты кадров. Благодарю каждого из разработчиков, плотно работавших с нами. Без их поддержки у нас бы не получилось дать вам эту технологию. Начиная с сегодняшнего дня, FSR доступна в следующих играх. И еще больше будет добавлено на протяжении этого года. Не забудьте посмотреть трансляции на Twitch, что показывают FSR в действии. Сегодня лишь начало нечто большего. Следите за новостями, ведь технология будет внедряться во все большее количество игр, а сами геймеры смогут попробовать ее преимущества. Благодарю за уделенное время и хорошей игры. Субтитры создавал DimaTorzok